Икона И искусство, и религия То есть такая выставка Она не противоречит церковным Каким-то обычаям И церковно-религиозные люди Не будут возмущаться, что в музее выставляются иконы Позвольте мне вам привести Пример не на иконе А на музыке Музыку Баха мы с вами знаем Хотя она исключительно церковная И звучит она не только в храме, в соборе Но и на концерте Точно так же икона Икона в храме, перед ней молятся Икона взирает там На молящегося А в музее уже что наоборот Она представлена как произведение искусства Ее можно рассмотреть Помнить сюжет, ну и так далее И тому подобное Ну так давайте тогда, если все так складывается Расскажите все-таки о выставке Когда состоялось открытие? Значит, выставка Татьяны Жовнир Художницы, которая занимается Иконописью нашей с вами землячки Она родилась и проживает в городе Днепре Открылась 18 марта И продлится где-то три недели Эта выставка Что там представлено? На самом деле выставка посвящена Тридцатилетию ее творческой деятельности И там помимо икон Представлены и другие работы Которые не связаны с иконами Но связаны с деятельностью Татьяны Это и ее деятельность Как реставратора Ее деятельность как копировальщика Потому что на выставке Представлена и народная картина Казака Мамая И копия картины Тараса Григорьевича Шевченко Катерина Поэтому интересно посмотреть Как происходила эволюция творчества Татьяны Михайловны Интересно рассмотреть Какие иконы она делала Каким отдавала предпочтение И почему? Потому что многие вещи Которые представлены в музее Из частных коллекций То есть она делала их на заказ Ну вообще расскажите нам Татьяна Жовнир Какая она? Вот вы же знакомы? Татьяна Жовнир Ну вообще непривычно Мы привыкли к тому Что иконописцы это мужчины Монахи в основном Которые соблюдают определенный пост Которые выполняют церковные обряды И так далее Татьяна человек светский Но тем не менее Она около семи лет Проучилась в церковной мастерской Она имеет художественное образование Она архитектор по специальности Вот И так сказать Решила взяться за такое нелегкое дело Нелегкое почему? Потому что икону делают По определенным правилам Делают по канонам И это достаточно жесткие каноны И дальше Вот как она этот канон Использует в своем творчестве Это наглядно показывает Выставка в музее Мы только что видели на своих экранах Несколько примеров ее работ Они конечно же впечатляют Не знаете Что стало причиной? Никогда не спрашивали Почему она стала писать иконы? Вы знаете Времени у меня было мало На расспросы Мы занимались творчеством Творчеством Которое связано было Как подать эту экспозицию Как преподнести эту выставку Мне самому очень интересно Как она пришла к иконописи Но тут я хочу сказать Что на фоне выставки Она будет Будут проходить встречи Это надо просто следить За объявлениями На музейном сайте И вот этот вопрос Естественно надо конечно задать Вот что послужило толчком Вот такой области ее творчества Да, это на самом деле Очень интересно Ну а кому может быть Интересна сама выставка? Каким вы видите посетителя? Вы знаете Я думаю Что она будет интересна Абсолютно всем Категориям зрителей Как-то неудобно Даже говорить о категории Всем возрастам Ну я объясню почему Если раньше музей Раньше В былые времена Далекие Музей делал выставку Которая определенным образом Как бы намекала Что вот это здорово Вот это нужно смотреть Вот под таким углом Надо как это Решать жизненные задачи То сейчас музей служит Такой своеобразной площадкой Где дает возможность Любому С любым воззрением Прийти посмотреть И сделать свои собственные выводы Музей не навязывает Свою точку зрения И по сути дела Так и выставка выстроена Что можно посмотреть Совершенно разные работы Там есть копии И византийских мастеров Там есть копии Сделанные Очень известных Иконописцев Рублева Кеофана Грека И сделать собственный вывод Насколько Мастерица Работает В каком направлении И как она это Воплощает Уже в своем творчестве Игорь А скажите пожалуйста Вы знаете Лично для меня Любое творчество Любая выставка Которую я посещаю Я делю По ощущениям На два таких Подпункта Для меня Искусство Оно должно быть Или ему Или сердцу Оно должно Или заставить меня Задуматься о чем-то Или должно Просто понравиться Вот данная выставка Куда бы вы ее отнесли Знаете Я бы сказал Гармоничнее И Ну к этому Надо стремиться Чтобы ум и сердце То есть чувства Как это Гармонировали Вот мне кажется Как раз Эта выставка Ну Подводит нас К этому Чтобы с одной стороны Ум А с другой стороны Сердце Ну не так много Таких вот Мероприятий Культурных Которые происходят В нашем городе Которые вот Способствуют Этой гармонизации Мне кажется Что тут Есть такая вот Возможность Получить эту гармонизацию Ума и сердца Я надеюсь Что все телезрители Услышали Заинтересовались Обязательно посетят выставку Что еще Можно увидеть В художественном музее И может быть В планах В ближайших Еще какие-то Интересные выставки Которые мы можем Прононсировать Телезрителям Не про ТВ Ну Музей Сам по себе Интересен И он рассчитан Не только на Жителей нашего города А на Туристов На людей Которые Оказались в городе Проездом Поскольку На втором этаже Представлена Постоянная его экспозиция Это наши шедевры Изюминки Из нашей коллекции На третьем этаже Достаточно большая Выставка Посвященная Глушенко Величайшему Украинскому Художнику Пейзажисту Где можно Тоже Как это Получить Гармонию И ума И сердца А вот На первом этаже Выставка Икон Планы наши К сожалению Озвучить Я не могу И объясню Почему В силу Вот этой ситуации Карантина И так далее Сказать Объявить А потом Может не Получиться Я Ну Как это Затрудняюсь Поэтому Мне кажется Лучше всего Следить За объявлениями На сайте Вот Музей работает Со среды По воскресенье То есть Можно найти Время Можно найти День Который Позволяет Прийти Посетить Музей И даже Не один раз Спасибо большое Игорь И главное Чтобы нашли Желания Все Кто смотрели Нашу программу Сегодня Спасибо вам большое Хорошего вам дня До новых встреч Продолжение следует...